Особое мнение на 101FM Все обсуждают пожар в Нотр-Дам-де-Пари И то, что сейчас будет с этим культурным знаковым объектом И очень много экспертных мнений по поводу того, каким образом этот пожар должен сказаться на отношении вообще к объектам старины, к объектам истории, в том числе и в России То, что случилось во Франции, это повод задуматься о сохранности наших культурных, исторических зданий Вы как думаете, задумаются? Ну, в любом случае, каждый раз трагедия, она приводит нас к переосмыслению подходов Что мы коммерческие объекты недвижимости можем рассматривать Что культурные ценности, мне кажется, подходы должны быть одинаков Единственное, что мне не очень понятно, почему в развитых странах Ну ладно, там в России всякое может быть, да Как вы, про нас Да, да, ну есть такое мнение, особенно у нас, у россиян, да, что как бы там у нас Вот, а почему в развитых странах здесь вот не так четко все настроено, налажено Получается, что, где датчики, где система, где люди, где проверки, где это все было Ну не очень понятно вообще, как там работало Правда, вот я смотрела уже фотографии внутри, соборы, интерьеры не очень сильно пострадали Потому что, видимо, каменные своды удержали огонь, и он не прошел Ну понятно, что реставрация потребует долгого времени Я-то больше про другое Эксперты, наши российские эксперты, люди, которые работают с историческим наследием Они говорят, вот то, что случилось, это повод задуматься о наших старинных зданиях Которые разрушаются, до которых никому нет дела Которые, может быть, выкуплены предпринимателями и стоят, гниют Годами иногда и десятилетиями, причем иногда намеренно, как подозревают эксперты, да Чтобы, ну что называется, ушивать было нечего и можно было снести Ну тот же дом Перминова, да, который продается у нас, старейшее здание Кирова Не могут продать до сих пор, непонятно вообще, в каком состоянии оно сейчас Власти города должны заняться этим, власти региона, российские власти должны где-то найти деньги На сохранение исторического наследия граждане, кто? Ну лучше всего, чтобы государство искало связку с предпринимателем Потому что положительные примеры даже в Кирове есть Когда берется, например, ну пусть это не историческое здание Например, я учился в восьмом училище на телемастерах, это было в светское время, в конце 80-х годов Напомните, пожалуйста И в данный момент, недалеко от нас, на улице, так, все по-светски Дрилевского Пусть будет Дрилевского с Паской Там рядом с заброшенным медицинским училищем, деревянным зданием, очень длинно затянутым рядом Прекрасно частный бизнес восстанавливает, причем очень хорошо восстанавливает, медицинский центр Уважаемый человек в городе взял его, в аренду он 25 лет И за свой счет полностью делает, ну там не то что ремонт, капитальный ремонт Лимонно-желтое такое здание теперь Да, 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 и я рад, что это училище, восьмое училище, в котором я учился Оно сейчас получает второе дыхание, это здание, да, пусть оно таможенно-историческое Но оно сейчас реально украшает улицу Спаска То есть оно красиво смотрится И оно сейчас смотрится даже лучше, чем в советское время Универсальные механизмы есть какие-то? Договоренности? На каких условиях власти бизнес могут договориться? Ну 25 лет, я считаю, отдать там в аренду за 1 рубль, условно говоря, это хорошо Низкая арендная плата, гарантированный длинный срок аренды Что не выгонят тебя там и не попросят после того, как ты отремонтировал все Только так Я считаю, что я вообще стараюсь работать и жить по правилу ПРЭТа 20% усилий может принести 80% результата Вот взять один этот способ и его культивировать, и хватит Не надо много громоздких механизмов, одного достаточно вот этого будет Должили государство вкладывать бюджетные деньги в развалюхи? Ну вот есть такое мнение, развалюхи, зачем они? Давайте эти деньги потратим на строительство новых детских садов На строительство новых школ, еще на что-то Бог с ним, с этим наследием, все сохранилось на фотографиях Нет, нет, друзья, ну давайте так Сейчас мы не можем строить так, как строили раньше Надо сохранять в любом случае То, что строили раньше, сейчас ни красоты не хватает Ни качества не хватает, ничего не хватает Конечно, надо сохранять в любом случае Мы так все растратим и будем в коробках жить, что ли? Нет, нет, надо сохранять Надо сохранять Вопрос в другом Бюджет, что такое бюджет? Бюджет, это мы все с вами скинулись Часть своей зарплаты, доходов отдали в общий котел И этих денег нам не хватает Поэтому я и говорю, связка с предпринимателями Прекрасные примеры вот на улице Спаской, про которую мы сейчас говорили Он недалеко от нас Можно шагом пройти две минуты посмотреть Красиво Это улица Спаская, участок от Октябрьского проспекта До, соответственно, улицы Дериндяева Да, прекрасное здание, просто украшение Я рад, что прямо на моих глазах это здание получает второе дыхание Спустя там 40 лет, 30 лет Алексей Обжарин, руководитель клуба маркетологов Кировской области в нашей студии Алексей прибежал к нам, фактически приехал к нам, да, вот буквально сегодня Первый день в Кирове Неделю вы провели в Ижевске, до этого были в Москве В Москве вручалась премия, национальная премия бизнес-коммуникации По-моему, так она называется, да И было, как вы написали у себя в Фейсбуке От Кировской области поданы 4 заявки И все 4 вошли в число призеров То есть первое, второе и третье места Это, Алексей, давайте просто расскажем Вот это вот мероприятие, которое состоялось, насколько оно знаковое Оно исключительно для маркетологов значимое Или вообще для всего бизнеса И насколько часто кировчане в нем участвуют и с такими результатами выходят? Ну, смотрите, эта премия всего 3 года Она резко набрала престиж Она сразу является очень престижной Достаточно посмотреть на список участников В чьей среде? В среде бизнеса И там оцениваются маркетинговые стратегии Маркетинговые компании и маркетологи Это чистый уклон идет на маркетинг Я этому очень рад, потому что у нас клуб маркетологов 12 лет В целях клуба записано пропагандировать полезность профессии маркетинг И, соответственно, конечно же, это очень серьезно двигает в отрасль И я рад тому, что это не какая-то премия между собой Там очень серьезные компании, даже иностранные участвуют Давайте перечислим, назовем хотя бы нескольких участников Из победителей была IKEA, Johnson & Johnson Из российской компании и Пятерочка, и Газпром Ну, кого только нет То есть Эльдорадо, и МВидео, там все они есть И телеканалы там участвуют То есть это монстры такие крупные Да, и там, допустим, победить нереально сложно, скажем так И у этой премии есть региональные этапы Например, в сентябре у нас в Вятске компании-маркетологи получили 8 призов И из них некоторые и гран-при получили и так далее Это был региональный в Нижнем городе этап А сейчас был федеральный этап То есть это, получается, окружные этапы Да, там есть северо-западные, уральские, перевозки и так далее Вот, и, соответственно, сейчас был федеральный этап Из четырех заявок четыре заняли призовые места То есть у нас компания Макси Флора, наше любимое третье место Маркетинговая стратегия заняла Брендмейкер Сергей Новицкий занял второе место Тоже очень прекрасный проект у него был Вот, Екатерина Мещерякова стала лучшим маркетологом Для, в категории товара для населения, тоже Макси Флора И, соответственно, ваш покорный услуга тоже получил Большую радость в области консалтинг Чем я занимаюсь, чем прямая моя деятельность Это помогать бизнесменам выстраивать маркетинг Получил первое место лучший оригинальный маркетолог России То есть я очень рад На Красной площади прямо, то есть в ГУМе У них есть специальный такой зал для награждений Там и так далее, с видами На Красной площади Кремль Да-да-да, это, конечно, было что-то с чем-то И, ну, я не знаю, в прошлом году я попал просто в список 100 Топ-100 Вот в этом И мне уже было достаточно, спасибо, там соседи впечатляют только Да, тут еще есть первое место в категории Это, конечно, очень большая радость Для Кирова это что дает? Вот участие и победы, скажем так, наших представителей Смотрите, для меня лично что дает? Вот сначала с себя начну Давайте И участник Кирова тоже, да, единица, скажем так, человек Для меня лично что дает? Вот если мне лично, то эти премии совсем мне не нужны То есть это нужно вот тем клиентам, которые вот собираются со мной работать Им важно подтвердить, что ты что-то можешь То есть для вас это получается реклама, ну, такая подтвержденная профессионалом Да, это подтверждение того, что ты вроде бы в профессиональной среде Ну, соответственно, тебя признают, да, это важно Вот, и я смотрел на своих клиентах, как потенциальных, так и прошлых Это для них важно Прямо попросили на визитку вынести на лицевую сторону этот момент Ну, так и мы сделали Вот, а что касается для Кирова Я считаю, что это очень важно имеет значение Когда мы в Кирове делаем какие-то большие проекты И за них получаем какие-то большие награды На российском уровне, друзья Ну, это говорит о чем? Это говорит о том, что мы можем, живя в нашем прекрасном городе Мы можем делать большие... Вы слово «прекрасный» сейчас берете в кавычки или нет? Не берете? Нет, я очень люблю Киров И меня спрашивали несколько раз, когда ты в Москву уезжаешь Я говорю, я не хочу уезжать в Москву Я готов туда уезжать по работе Но возвращаться всегда обратно Я влюбляюсь в города, в которые бывал в ЖЭС, Курюпинске и так далее Но Вятки я не хочу изменять, потому что это мой любимый город Я считаю, что мы можем, живя здесь, делать большие дела Настолько большие, что они будут заметны не только в Кирове, но и по всей стране И это происходит уже не первый год, на самом деле Поэтому большая радость в основном даже такого рода, что для города это имеет большое значение То есть для людей, которые задумывают какие-то проекты, это такой толчок в некотором смысле, да? И примеры, и толчок Морковка такая, которая на веревочке переносит И самое главное, я по своей работе часто сталкиваюсь со стереотипами И у нас тоже в Кирове стереотипы То есть люди считают, что нельзя здесь ничего хорошего, большого делать На самом деле это не так, и мы это примерами показываем тоже Но некоторые жители города это показывают Это важно Вот это очень важно Это даже самое важное значение имеет, скорее всего Все эти премии это повышение самооценки для жителей города Это считаю так То есть фактически эта победа, она для всех кировчан? Это обязательно, я именно так и рассматриваю эти все победы Лично мне, еще раз, они мне не нужны Вот это нужно только вот именно нашим клиентам и нашим горожанам Вот так Алексей Обжерин, руководитель Клуба маркетологов Кировской области Предприниматель в нашей студии У нас сейчас небольшая полуминутная пауза, и мы вернемся Программа «Особое мнение» продолжается И конфеты, спасибо большое, Алексей Вот, к вопросу о гордости О гордости за свой город или за свой, не обязательно Киров, может быть, небольшой населенный пункт, в котором ты живешь И вообще об интересе, скажем так, да, к регионам, об интересе из крупных городов к малым городам вы упомянули урюпинск Вот накануне буквально газета «Бизнес новости» упомянула об этом И, собственно, многие социальные сети писали Вышел очередной фильм автора проекта «Моспешком» и автора телеграм-канала «Архитектурное излишество» Павла Гнилорыбова Который в начале марта вместе с коллегами приезжал в Кировскую область И снял материалы в Вересниках, в Ахрушах и вот в Налинске Вышел фильм про Налинск Вы эти фильмы видели? Вам как кажется, они мотивируют людей в Москве? Я так понимаю, это одна из целей все-таки Мотивировать жителей столицы взглянуть на регионы Выбраться туда, съездить и посмотреть на ту Россию, которую из Москвы и из телевизора не видно Двусторонняя ситуация Павел большой молодец в каком плане? Во-первых, он показывает с разных сторон вот эту глубинку Во-вторых, он показывает ее часто в позитивном ключе Чего местных жителей часто не видим И даже мы, например, ну ладно про Налинск У меня там магазин с 98-го года Я люблю этот город, я там много знаю, плюсов там и так далее Ну и вы здешний Да, а, например, когда он про Вересники снял и там плюсы нашел Это удивительно То есть у человека есть качества, которые очень ценны Он позволяет нам увидеть то, чего мы не видим, скажем так Какие-то хорошие моменты, несмотря на то, что кажется плохо-плохо Вот, второй момент, значит, действительно Это нам самим я сказал То есть это в первую очередь взгляд для нас Второй момент, это взгляд со стороны Действительно сейчас набирает тренд Пусть может быть медленно-немедленно Поездка в глубинку То есть как бы нас большими городами за границей уже не удивишь То есть мы где только не были А поездка в глубинку Вот это... Ну вы за себя говорите, не все У нас у 80% жителей России за гранд-паспорта нет Ну многие, если там, допустим, москвичи будут смотреть То я думаю, что они чаще летают, чем там... Чем кировчане Да, да, чем кировчане Поэтому речь, если вообще мы говорим о внешней среде То, конечно, спасибо Павлу, что он показал там новые элементы Прекрасную архитектуру, которая действительно есть Не только в Налинске, но во многих наших районных городах Это прекрасные города, у меня бизнес именно в районных центрах Я за 20 лет там все исколесил Ну это прекрасные места, да Налинск, Слободской Советск Иранск Советск Где еще? Куда еще советуете съездить? По области? Ну как минимум десяток мы с вами наберем Котельнич, тоже интересный очень город Там просто уникальные вещи есть Ну, не знаю, Зуевка То есть, ну если честно, там любое... В Зуевке есть на что смотреть? Богородская, Зуевке на переезд Которые прокопали под этим... Это такая история, кстати, очень интересный, уникальный кейс Там во всех смыслах, да То есть предприниматели единственные в России В каком-то там небольшом городке Взял и прокопал... Тоннель? Тоннель, да И за это стал брать деньги И люди с охотно ему за эти деньги платят То есть, кстати, непонятно, что с этой историей сейчас Я, насколько помню, там чуть-чуть не уголовные дела какие-то были Но он же все официально через РЖД протащил Ну то есть, на самом-то деле, он же не мог просто так взять что-то прокопать Он 10 лет или сколько... В Зуевке смотреть на тоннель Да-да-да Потом там что-то все-таки... Богородская Богородская, Рыжик, вокруг Рыжика можно построить То есть, нормально Богородская, Рыжик и Суна, они конкурируют за Рыжик Вот и можно такую интересную игру строить Вот смотрите, Алексей, я посмотрела все три фильма Павла Да, там действительно очень в легкой такой доступной форме подается информация Абсолютно ненавязчивая Они не длинные, кстати говоря То есть, там от 4, по-моему, до 8 с чем-то минут То есть, времени на то, чтобы посмотреть, не надо тратить много Они не глубоко научные То есть, там нет каких-то прям вот таких вот изысканий А вот здесь, посмотрите, такой-то архитектурный элемент А тут такой-то архитектурный элемент Но вот мне, например, не хватило в этом фильме информации такой прикладной Ты приезжаешь в Налинск Вот ты в фильме видишь какие-то здания двухэтажные Полуразвалины иногда, извините, да? Вот И в фильме нет информации о том, а ты вообще сможешь там остановиться? Я вот, мы когда клубом-маркетологом делали алгоритм привлечения туристического потока из областного города в районные Ну вот, например, давайте представим ситуацию Для кировчан это не принципиально Кировчане могут утром приехать в Налинск, смотреть Налинск и вечером уехать Поэтому мы толкали идею, что день выходного дня Сначала То есть это такая цепочка продаж Сначала на один день приглашаем А вот дальше, если ты захочешь, можно и на 2-3 дня Потому что есть и частный сектор Там у них в плане имеется в виду частный Я имел в виду, ну, например, в том же Налинске есть гостиница на водопаде Знали вы об этом или нет? Да, да Я видела фотографии, в гостинице не было И там однозначно можно провести 2-3 дня Но сразу, вот просто как маркетолог говорю Сразу тяжело будет гостиницу на водопаде на 2-3 дня зазывать людей А вот на один день гораздо легче Почему? Потому что есть прекрасный там Ну, в Налинске есть что показать И Налинские пряники, и лимонады И Налинская матрешка знаменитая Это плюс Потом Вихаревский дом, где сожгли красноармейцев Это прекрасный храм, который восстанавливают люди по субботам Просто реально, вот, пример За свои собственные деньги Или просто своим трудом Николай Чудотворца Это легенда о подземных ходах Так и мы не поняли, есть там они или нет То есть, ну, и гостиница на водопаде Там очень много что есть посмотреть, на самом деле И этого дня может даже не хватить Поэтому и была такая идея Ты привозишь человека на день, группу автобусов, например Это не школьники, а именно взрослых, семейных людей на автобусе Показываешь им все вот это хозяйство с интересом И потом уже продаешь им возможность побывать уже 2-3 дня Вот тот же, например, гостиницу на водопаде Порыбачить, отдохнуть Никуда не бежать, не торопиться и так далее Вы смотрите на это с точки зрения бизнесмена А посмотрите на это глазами туриста Вот вы фильмы Павла Гнилорыбова посмотрели Вам понравилось, вас заинтересовало Но прикладной информации о том, каким образом добраться и где остановиться нет Если информацию о транспортной доступности на Линске Еще можно почерпнуть в интернете То информацию о том, где остановиться на Линске так, чтобы было удобно Ты вряд ли где-то найдешь Я вот не уверена, что это есть в букинге еще где Кто-то должен заняться Да, я понял, отвечу У Павла не было такой задачи и времени это решить Это молодец, что нам приоткрыл новые грани этого прекрасного города Второй момент Чтобы пошел какой-то туристический поток, должен быть субъект То есть должна быть либо организация, либо человек, который этим будет заниматься Вот и все У нас есть организации, туристко-информационный центр называется В Кирове, но в районах-то есть ли он? В районах-то его нет, но по идее-то надо как-то, наверное, активнее развивать это все Я не знаю, почему этой информации нет на сайте районов Почему на сайтах районов не появляются ссылки на фильмы Павла Гнилорыбова Нет, субъекта Потому что ты, когда заходишь в Яндекс или в Гугл, неважно, набираешь такой-то город Первое, что в поисковике выходит из официальных сайтов, это сайты администрации Смотрите, то есть в Гурюпинске почему движуха такая хорошо идет? Потому что название красивое Нет, нет, у них есть официальная должность, бренд-менеджер, официально В городе? Да, да, субъект есть, поймите правильно В Добрянке, вот, Пермский край, то же самое, есть официальный бренд-менеджер То есть, если этого бренд-менеджера нет в городе или человека Вот, например, а в Слободской, возьмите Слободской Есть неформальный бренд-менеджер города Кто это? Это у нас директор прекрасного музейного центра Она прекрасно сочетает в старинном здании более 100 лет, которое вот эту старину сохранено Плюс современная технология, интерактив, там на стенах актеры, там можно колокол отлить, нажимая То есть, прекрасно умело использование президентских грантов Я бы ездил туда учиться у нее, как получать гранты и вот это все делать Как зовут этого человека, давайте скажем Понятно Да Вот, ну, когда мы общались совершенно, это получилось так, что жизнь подкинула этой женщине Которой вот подвиг совершает каждый день, подкинула вот такую работу Она говорит, Алексей, слушай, ну вот как мне быть, вот у нас нет официально, кто бы толкал эти вещи Я говорю, ну, несите как бы свой крест, что ли, не знаю, у вас это такое То есть, получается, все держится на энтузиазме Да, на энтузиазме И видно, что человек немножко стал уставать И мне пришлось подбодрить, сказать, что вы прекрасную вещь делаете И она мне стала спрашивать, на кого опереться, ну вот, одно тяжело Я говорю, смотрите, вот то, что вы делаете, вы все равно не одна такая И вот те люди, которые тоже глаза горят так же, как у вас Вот их просто подкрепляете к себе, подводите И вместе вы, ну, как-то не тащите ту лянку Потому что кроме вас, жителей, никто не сделает Никто И власть, она, понятно, должна что-то делать Но мы должны понимать, что куча хозяйственных проблем Которые тоже, ну, там, давление идет большое Достаточно потока проблем Что дороги там, ЖКХ и все такое сначала надо сделать А это все тоже важно Но все равно по остаточным принципам решается И по деньгам, по вниманию, и по времени, да Вот поэтому энтузиасты, вот, городские, они нужны Они нужны, вот, и на них, честно говоря, и должно вот это все быть С другой стороны, конечно, если, опять же, вот тоже у Рюпинской пример Там преемственность, там мэры реально занимаются этим вопросом Они не на самотеке То есть мэр взял, который сейчас в Волгоград уж уехал Если не будет политической воли, не будет ничего А здесь нет, мы можем перегнуть палку Если мы будем ждать, когда начнется эта политическая воля То мы никогда не дождемся Процессы снизу надо тоже, в том числе, толкать То есть надо активным горожанам приходить к властям Просить поддержки, помощи и действовать совместно Но не ждать, когда они там на себя полностью возьмут Или когда они там сами, ну, додумаются до этого Этот процесс нужно с любой стороны толкать Сбоку, снизу, там все Вы в Кировской области знаете такие примеры удачные? Ну, кроме Слободского Ну, мне нравится энергия, например, главы района Уржумского Он толкает Уржум, искренне толкает Но ему надо, конечно, помогать То есть, как бы, да, ему не хватает где-то, может быть, знания Как правильно там Вот, вы знаете, мы же толкали такую идею Есть такая маленькая мечта Поставить 10 стел там перед районами Например, у Советска, Кукарское сердце Мы уже даже отрисовывали, да, например Перед Налинском можно матрешку сделать, например Перед Орловым шахматную Вот вы спрашивали, кстати, про города Вот Орлов, пожалуйста, шахматную фигуру Где-то огурец, где-то рыжик и так далее То есть, это вот где-то динозавра там, Вятского Они уже даже есть в миниатюре Вот То есть, поставить на въезде Да, да, да По трассе Да, и уже человек, проезжая мимо, уже получит точку коммуникации О том, что здесь что-то интересное То есть, в том же Слободском мы реально обсуждали Чтобы повесить на их стелу, которая немножко советского такого типа Повесить буквально три баннера в виде трех алых парусов Потому что Слободской – это родина русской романтики, извините меня Александр Грин и Ассоль, да И там есть торец дома Вы знаете, мы к домам неравнешны отношениями Мы хотели на доме, там, допустим, портрет Александра Грина, например, на торце пятиэтажного дома Такое предложение делали Вот, поэтому надо все двигать Но когда я приезжал, мне же приглашали после этой презентации правительства Приглашали в разные районы Я ездил в Советск, в Слободской, выступал и прекрасно нашел понимание С жителями или с властями, или с теми, с другими? С теми, с другими Собирались прямо такой актив города И мы выступали и смотрели, что можно сделать Ну, конечно, мало-мало-мало Но, например, взяли, люди расчистили на куске, там, высокого берега, Слободского места И взяли эту советскую комсомольскую С комсомольской делали бетонную Такой символ паруса Взяли, там, малой красочкой покрасили Я ездил, смотрел, до сих пор что-то видно То есть, ну, как бы это хотя бы шажок Это уже что-то сделали То есть, люди взяли и что-то сделали Вот я за такую движуху Вот, когда люди что-то делают Вот, я, например, иду, вот, пешком гуляю, выкладываю Там, вот, подъезд как-то украсили Вот, там, это сделали Вот, начинается в интернете Ой, да чего это, колхоз, то сюда Я говорю, а важнее другое Важнее, что люди взяли и сделали Вот это важно А уж красиво, некрасиво Они сами, там, пусть решают Там, это как бы жизнь расставит на свои места Я, пожалуй, с вами тут не соглашусь, Алексей Все-таки мне кажется, что надо Каким-то образом коммуникации выстраивать Еще на, ну, как бы на старте проекта любого И, может быть, какие-то не самые хорошие вещи Отсекать или как-то переделывать их Я понимаю, что люди, которые выходят с инициативой Своей могут обидеться, повернуться, уйти И больше никогда не вернуться, да? Насчет того, что отсекает, давайте здесь два поля возьмем Первое поле законно, например Если там, например, что-то несозурное Или там иногда бывает за границей что-то Переходящая норма морали Да, здесь надо отсекать Если мы нарушаем какие-то законы Этические или уголовные, там, административные Второе дело, начинается вкусовщина На вкус, цвет, все фломастеры разные у всех То есть, как бы, один считает это красиво Другой некрасиво Здесь нужны механизмы, но их нет То есть, как бы, вот, если жители решили дом раскрасить Там, ну, допустим, нарисовали там себе какие-то детские сюжеты, да? То, значит, им понравилось Это не противоречит законодательство Республики, не противоречит Если, значит, их детям, их жильцам нравится Окей, пускай делают Почему мы начинаем в Фейсбуке или где-то еще Говорить, что это некрасиво? Ну, то есть, как бы, рассказывать все о том, как тебе надо То есть, ну, я считаю, здесь надо Понимаете, нет конкретного, конечного эксперта Человека, который знает, как надо Вот в плане, если красоту Потому что сколько людей, столько и мнений Должен быть такой человек Да, а если его нет, тогда что? И, значит, второй момент Раз его нет, соответственно, давайте проводить Демократические процедуры И спрашивать про большинство голосов Только делать это такими методами Которые не будут испаримы Ну, вот я, опять же, как маркетолога здесь Алексей, ну, это просто сложно По каждому раскрашенному дому Городской референдум проводить Особое мнение сейчас или у нас? Особое, особое, конечно Хорошо, вы думаете так Нет, вопрос в том В какой форме проводить вот этот опрос Да, я считаю, что если мы просто начнем Обсуждение какие-то инициативы делать Подождите, вот возьмем конкретный дом Конкретный дом Жители хотят что-то нарисовать на фасаде Вот вы говорили в Слободском Портрет Грина Не обязательно Грина Да, собираются собрания Есть процедура закона Собираются собрания Идет эскиз Потом с этим собранием идут во власть Утверждают Это есть законная процедура Жители дома? Да, да Жители дома А жители всех остальных домов, которые видят эту картину Имеют право голоса или нет? Не знаю А механизмов ведь пока нет этих Так, хорошо Должны ли иметь право голоса? Я не знаю Но имейте в виду Если мы хотим немножечко свой Киров выдернуть Из того, что сейчас есть Нам нужно некоторые шаблоны Это чуть-чуть разрывать Если мы хотим на старте На старте Привлечь все население города Для обсуждения одного дома, например Да То давайте приготовимся к тому Что риск его Что будет не принято это решение Очень будет высок Потому что на старте люди На старте склонны Ну протестовать Это просто надо понимать На старте Вот По разным причинам Причем не будем здесь даваться Ну как бы И поэтому мы просто останемся на месте Мы не двинемся вперед никуда Это тоже надо понимать Вот Давайте А что плохо-то Смотрите Давайте Ну Дымковский Я не буду сейчас дома брать Давайте возьмем А мы возьмем Возьмем Ну возьмем У меня Учишка лежит Давайте Значит Возьмем пока не Дымковский А любой другой дом Где сделали жильцы сами Но не Дымковский Ведь смотрите Что получилось Ведь пошел определенный импульс Часть людей ведь сказала Что мы хотим Но не в Дымку И сделали это Посмотрите На Комсомольской Тореза дома Пятиэтажного Посмотрите Я выкладывал пост У автовокзала Люди сделали утепление Облицевав Проявили инститиву Дошли Все Архитектуру утвердили То есть Это во дворах Он недалеко от автовокзала Я подал пост В фейсбуке Они сделали Там значит Ну такие квадратные У них там эти Как бы Композиции там И так далее То есть Им сейчас более приятно жить Потому что Ну дома-то Давайте честно признаемся Это коробки А не дома Это как бы Сейчас уже Ну в какое-то время Их начнут бараками называть Скажем так Понимаете Потому что Когда в 50-е 60-е годы Бараки Это было что-то Ну как бы нормой Да И люди там жили То сейчас уже Наверное Сейчас это нормой Не считается То сейчас мы уже Скоро подойдем К такому моменту Когда хрущевки Не будут считаться Я с вами соглашусь Что благоустраивать Обустраивать И украшать надо Тут вопрос-то в другом Вопрос в том Каким образом украшать Так вот Кто будет решать Если мы говорим О демократических процедурах То надо обдумывать Должен ли это решать Весь город Или достаточно мнения Жителей только дома И все Я считаю Что если не нарушаются Законы Именно вот Которые прописаны В законодательстве То реально дом Может решать Если дом выходит На допустим Улицы центральные То конечно надо Уже здесь более Другие механизмы Включая Включая городсвет И так далее Это понятно Вот Ну вот Тут надо избирательно подходить Но условно говоря Если мне нужно Повесить картину Я беру один инструмент Если мне нужно Сделать ремонт комнате Конечно мне инструменты Потребуются другие Тут надо вот Под задачу смотреть Алексей Что сейчас с проектом Раскрасим Кировдымку Вот такой вот Я вам вопрос задаю Мы уходим на рекламу Полторы минутки Вам время подумать Хорошо Продолжаем программу С Алексеем Обжириным Руководителем Клуба маркетологов Кировской области Я задала Алексею До ухода на рекламу Вопрос Что с проектом Раскрасим Кировдымку Проект достаточно Активно развивался Я сразу скажу У нас тут в этой студии Были жаркие споры У нас они в редакции Не утихают Потому что мы Разных мнений Придерживаемся Но наверное Все говорят Что вот эти первые Четыре дома Которые были Раскрашены На улице Комсомольской И они свою цель Выполнили Потому что их действительно Видно из окна Проезжающего поезда Я была свидетелем Неоднократно Как пассажиры Не кировские Спрашивают Друг другу Ой а что это Ой а что это И ты им рассказываешь Они говорят Какие вы молодцы Что придумали Дальше проект Начал развиваться Не всем нравилась История С домом На углу Провсоюзной Возле старого моста Да И вот ваше предложение Покрасить Быки Вот эти вот Топоры На которых стоит мост И еще Новый глава администрации Илья Шульгин Ваши дома Раскритиковал Сравнив рисунки Там простите Ну вот Не знаю там С чем он их сравнил В общем он сказал Что это некрасиво Что с проектом сейчас Что с проектом сейчас Да Смотрите Сейчас в данный момент Получается Проект идет по стране Вот мы что сейчас видим В руке Пятьдесятый том Десятый том Извините Пятьдесят лучших Проектов России Это премия Серебряный лучник Премия Лучшая наверное Самая крутая российская Премия В области пиар-технологий Насколько я понимаю Да Это тоже в области Коммуникации Связи с общественностью И смысл здесь в чем Смысл здесь в том Что когда я защищал В прошлом году Этот проект Общественной Палате Российской Федерации То вокруг были Какие конкуренты Там Аэрофлот Газпром Министерство финансов Российской Федерации Сколково И вот из пятиста Проектов Только восемь лучников И один вот Ну достался нам Опять же В самом сердце Москвы И люди называют Вятка креативный город Другим городам Надо брать с вас пример И так далее И так далее И так далее Хвалебные отзывы Я подтверждаю Мои иногородние люди Особенно работающие В сфере туризма Действительно ваш проект поддерживают То есть в целом Этот проект получается Он вошел Причем вошел На особых условиях В эту книгу То есть И я считаю Что опять же Для жителей города Это если мы ее полистаем Увидим какие там соседние проекты Мы увидим что Ну это круто Что опять же Наш город вот вошел сюда Это первый момент То есть проект Слишком силен Чтобы его там скрыть Скажем так Что касается Людей Которые имеют Отрицательное мнение По проекту Смотрите Я маркетолог То есть Вот вы спрашивали Про механизмы Соответственно Как Кто должен решать Что делать или не делать Вот мы все свои объекты Сначала предваряли опросами Все Нас критиковали за это Что эти опросы Может быть нелегитимны Потому что где-то В соцсетях проводятся И так далее По тем опросам Было 80% за проект 20 как бы против То есть Демократическая процедура Вроде бы налицо А число опрашиваемых Опросов было штук 10 Не меньше наверное Число опрашиваемых Больше 10 тысяч человек То есть как бы Абсолютно нормальная цифра Когда меня спрашивали Алексей Ты же вроде маркетолог Почему только соцсети Это же некорректно Я осуществился Как бы когда мы правильно проведем Как бы не было другое И так и получилось Когда мы со знанием дела Полностью по всем научным правилам Провели Репрезентативный опрос Привлекая значит Кандидата И доктора наук Из ВИАДГУ Вот Это опрос уже на улицах Да на улицах С жителей города С выборкой Со всеми научными подходами И так далее И так далее И так далее Полностью я знал Что где-то возможно будут нападки Мы сделали все Очень безупречно С привлечением Очень высокого класса специалистов Так вот Там получилось 93% за Причем молодежь 100% за Если мы стали делить на кластеры И так далее То есть этот проект И будущие проекты Вот вы коснулись моста Вот мы заранее тоже спрашивали Вот как мост Такой или такой Вот просто показывали картинки Вот какой вот вы поддерживаете 85% за Это гигантские проценты На самом деле И здесь надо понять две вещи Первое Мы никогда Не найдем Ни в России Ни в мире Проект Которого стоит 100% людей Никогда Всегда кто-то будет недоволен Это понятно Вопрос в другом Не червонит Чтобы всем нравиться Вопрос в другом Сколько процентов за Если было бы здесь вот 55 на 45 Мы бы даже ввязываться не стали Слишком пограничное состояние Это как С названием города Кирова Примерно так сейчас Потому что слишком Слишком массы равны Между собой Чтобы что-то начинать Но когда мы говорим 70 на 30 Например То это уже критическая масса А когда мы говорим 80 на 20 Или 93 на 7 То соответственно Здесь получается Ну надо быть дураком Чтобы не действовать Поэтому здесь Что мы сейчас видим Мы видим Что из числа 7% людей Ну то есть Что такое 7% Ну это каждый Скажем так Ну 15 человек Скажем так Он недоволен Причем недоволен резко Причем он аргументирует Свою позицию Моя личная позиция По этому отношению Следующая Первое Я признаю право Иметь человеку свое мнение Ему может это не нравиться Это первое Второе Момент Если мы говорим О Красиво это или некрасиво Здесь еще раз Нет конкретного Одного авторитета Одного человека Кто мог бы Кому могли бы Себезоговорочно доверять Но нет По дымковским домам Образованию Алексей Я боюсь Там речь идет Не о том Красиво-некрасиво Речь идет скорее всего О том уместно-неуместно Так смотрите Если сейчас показывает Практика такая Что опросы говорят за Если получают Проект признания На федеральном уровне Уже не первый раз Вы с Ильей Шулькиным Встречались по этому поводу Уместно-неуместно Это о чем Я с ним договорился О встрече Он сказал Что давай приходи Но у него времени У меня нету Слишком много Загрузка идет большая То есть вы состыковаться Никак не можете Да Ну мы поговорили Я думаю что Илья Вячеславович Свое мнение не изменит Но просто мне кажется Что он не все Про проект знает Потому что у него Проскочило Проект еще Какие-то там премии получает То есть у него нет фактов Об этом проекте Полных фактов Скорее всего Просто не сообщили И моя была цель Встречи не уговорить Его это Наверное маловероятно Это будет трудно сделать А просто показать Что Илья Вячеславович Ты как менеджер Ты как управленец Пойми Что вот это Ресурс для города Что это получился проект Который не только жителям Но и во всей стране Признан уже Признан очень серьезном уровне Вот только это А дальше решай сам Против ты будешь Этого проекта Или нейтрально будешь Сейчас после этого К нему относиться Или может быть даже Что наиболее сильный шаг Для политики Скажем так А все равно Политика как ни крути Может быть даже Учитывая вот эти все обстоятельства Может быть даже Через себя где-то Мы уже видели примеры Когда он под влиянием аргументов Мы про торговый центр БАС Как говорим Да в том числе Потому что да То есть как бы Где-то мы видели Что он иногда соглашается Хотя ему видно Что лично не нравится И я это качество уважаю Это очень хорошо Когда тебе не нравится Но ты понимаешь Что много за За то чтобы это сделать То есть проект Вы намерены продвигать Пока просто про него информации Нет о том Что что-то двигается Что-то вы намерены делать Еще что-то Что вот вы встречаетесь Пока не встречались Но проект не забрасываете Проект мы не забрасываем Он проект многолетний Это стратегический проект Он там рассчитан На 10-20 лет Скажем так И здесь ведь Какая задача Смотрите Анна Здесь ведь ситуация такая У нас нет задачи Раскрасить весь город дымку Мы говорили лишь о чем Мы говорили о том Что жители Приезжаем в наш город Или проезжаем мимо него Видят заборы Дома Там не знаю Хозблоки какие-то Я сейчас проезжал Фоткал что мы видим Ну грустное зрелище Извините меня То есть у нас Мы не встречаем Хлебом с солью У нас вот барыни Скорываем Знаменитая самая игрушка Да Но у нас ее нигде нет Получается То есть как бы Мы не встречаем хлебом с солью И человек попадает В наш город Издалека Приезжая на въезды в город Он видит промышленные объекты В лучшем случае Все Или заборы какие-нибудь Речь не шла только об этом Второй момент Ведь Если мы говорим Чтобы украсить въезды в город Чтобы сделать И для жителей И для гостей Его более ярким Красочным Жизнерадостным То это тоже может быть На временной основе Почему Потому что я уверен Что когда-нибудь Эти дома на Комсомольской Снесут И там будут построены Что-то красивое Ведь мы не архитекторы с вами Мы просто взяли И сделали арт-объект Временного характера Подчеркиваю Пока не построены Будут соревноваться До нас Все равно докатятся Они же не вечно эти дома Они же не будут 100 лет или еще 200 стоять Это же все равно У них есть Росслужба Он отчисляется десятками лет И уже десятков Там пять прошло Вы знаете, глядя на бараки Вот я что-то даже сомневаюсь Что там через Какое-то В каком-то обозримом будущем Может Какой-то Могут быть какие-то планы Нет, ну посмотрите У нас Октябрьский проспект Весь из хрущевок Это стыдоба Вот для нашего города Это стыдоба Вот по идее Надо их сносить И строить что-то красивое Талантами русская земля И вятская Особенно Всегда была богата Поэтому мы просто Лишь временно Мы ждем Этот момент счастливый Когда-то наступит Если мы возьмем с вами Не один-два года А 10-20 лет То скорее всего Это время может произойти То есть и для города Время не имеет значения Знаете, как фильм Пятый элемент Время не имеет значения Ну не знаю Увидим мы с вами при жизни Это или не увидим Может быть увидят наши дети Все будет хорошо Хотя в один дом увидим Как минимум Еще одна важная тема Которую я хотела Попросить вас прокомментировать Это борьба городских властей С незаконной рекламой Я бы так сказала Ну мы помним все Да Осенью прошлого года Были внесены изменения В правила размещения Рекламных конструкций Многого касались И площади размещаемых баннеров И место их расположения То есть в частности Разрешалось размещение Исключительно на плоскости Глухих фасадов Либо на части фасада Где нет оконных проемов Витрины Или архитектурных деталей Размеры Расстояние до объектов Культурного наследия Сейчас мэрия рапортует о том Что там незаконная Была выявлена история Здесь незаконная история Пока предупреждение А потом чуть ли не Миллионные штрафы Но честно говоря Для меня как для жителя города Вот я не вижу Что что-то меняется Кардинально Хотя прошло полгода Вообще ничего не меняется Смотрите Во-первых Года три назад Была полугодовая работа Рабочей группы Я в нее входил даже То есть Ну с всех разных Заинтересованных сторон Там и рекламщики там были И юристы И маркетологи И положение Еще Татьяна Молчанова Руководила этим процессом Городскую рекламу И тогда руководила Принимали положение Глядя на другие города Какие должны быть там Вывески Какие должны быть баннеры И все такое Вот Но с тех пор прошло Я не помню точно Года три плюс-минус Или сколько Но перед тем Как эта работа проведена Понятное дело Что часть рекламных Быстренько Пятилетные сроки получили И сейчас мы видим Например Возьмите детский мир Там четыре уродливых вывески Которые часто пустуют Потому что дорого они стоят Там это аренда На доме четыре штуки И они там несимметричные И все разные Да и все разные Вот Конечно это безобразие Надо снимать И когда мы работали Там были действительно Только на глухих фасадах Никаких исторических зданий Если окна То нельзя и так далее Но по факту Да самое-то главное Чтобы соответствовали еще Они же рядом Два рядом дома стоят И вот мы возьмем Дома Уцума Да Центр города Перекресток Воровского и Октябрьского проспекта Кошмар И по факту мы видим Шанхай По факту Мы видим Шанхай Ну условно говоря Без обид к этому городу Наверняка он прекрасен То есть как бы Ну просто вот это в кавычки возьмем Вот С другой стороны Что получается С другой стороны Вот мне пишут Сейчас вот увидели Анонс эфира Пишут как бы О наболевшем Есть малый бизнес Который кормит свои семьи И дает рабочие места людям Мы должны им давать На законной основе На платной основе Возможность разместить Не только вывеску Но и продающую рекламу Я как маркетолог И как сам бизнесмен Об этом конечно тоже говорю Почему? Потому что Что такое продающая реклама Ну это значит Некий баннер Который узаконен За который бюджет получает деньги То есть есть все механизмы Они прописаны То есть помимо вывески Должна быть еще информация О том товаре или услуге Да Которая побуждает Зайти человека И купить что-то полезное Для своей семьи Скажем так Если мы эту рекламу уберем Вот знаете как Ребенка с водой выплеснем То получается Мы сами же подрежем Доходность малому бизнесу А это очень важно Для страны вообще в целом Хорошо Рекламу не убираем В каком виде она должна быть? Она должна быть в виде Вот как раз здесь Эти механизмы все прописаны То есть Какого размера она может быть Как бы согласовывать За это платить деньги Эти механизмы все есть И их надо оставлять У нас то густо То пусто получается Часто так бывает Что сейчас у меня Вот допустим Один знакомый Его даже не то что рекламу Вывеску заставили снять И что это А как ему работать? Его заставили снять Или поменять эту вывеску? Снять Демонтировать В течение трех дней И это тоже Город должен быть Заинтересован в том Чтобы все это Выглядело красиво И может ли город Какие-то преференции Бизнесу обещать Если требуют от него Таких вещей Или вот Сделай мне к завтрашнему дню Вот так вот И все Не надо преференции Надо просто Начинать работать Гибридным образом Что ли У нас то густо То пусто начинается То у нас завален город Этим шумом рекламным То сейчас давайте Все снимем Включая вывески Ну пока ничего не снимает Вот так массово Нет-нет-нет Реально У меня сейчас вот у знакомого Принесли в течение трех дней Снять Это вывеска Это не реклама Вывеску снять Она висит над окнами Ничего не загораживает Но нет Снять и все Некрасиво А что некрасиво Не знаю Там ничего такого пьющего Я не вижу То есть ну как бы Даже глядя на Невский проспект Или глядя там На московские решения Я не увидел в этой вывеске Что-то плохого Она нормально Современно сделана Она не колхозная Она не закрывает ни окна Ничего То есть Но приказ снять В течение трех дней То есть Надо тоньше работать С предпринимателем Надо помочь ему разобраться Почему снять Можно ли что-то изменить Они же как бы снять А как жить-то дальше Как работать-то Никто не понимает Да Мы к истории с рекламой Вернемся в более широком формате К сожалению Время нашей программы Особое мнение заканчивается Я благодарю Алексея Обжерина Руководителя клуба маркетологов Кировской области Предпринимателя Всем прощаемся Со слушателями Да До свидания Спасибо Особое мнение На 101FM